Развитие студенческого спорта в среду обсуждали в Сахалинском госуниверситете. Тема стала заглавной в ходе встречи с чемпионом мира по кикбоксингу и председателем ассоциации студенческих спортивных клубов России Владимиром Минеевым. Задать свои вопросы пришли представители различных дисциплин. Тему продолжит мой коллега. Чемпион мира и Европы по кикбоксингу Владимир Минеев последний год совмещает карьеру успешного бойца с руководством студенческой ассоциации. Поездки в регионы – спутники этой должности. Прилетев на Сахалин, титулованный спортсмен встретился с юными представителями школы по каратэ Кио Кушенкай. На вчерашней встрече было порядка 150 детей, их родители, соответственно, человек 200, наверное, было. Определенно такие именитые спортсмены очень важны для подрастающего поколения, для понимания, к чему идти. Было рассказано много историй жизни, дано полезных советов. И в целом дан правильный вектор для спортивной карьеры и в целом развития детей. В среду аудитория чемпиона сократилась, но повзрослела. В точке кипения с АГУ прошла встреча со студентами. На нее пришли члены спортивных клубов. Никита Титиевский занимается тайским боксом в Патриоте. Главным своим достижением называет серебро дальневосточного федерального округа. Теперь смотрит в сторону всероссийских турниров. Нередко тренировкам мешают травмы. Я хочу узнать, задать вопрос Владимиру по поводу восстановления, потому что у меня немного проблемы есть. И я хочу узнать именно у Владимира, как он, профессиональный спортсмен, восстанавливается. За главной темой беседы стал студенческий спорт. АССК сейчас способствует открытию новых клубов и интегрирует в ассоциацию действующие. Сейчас их более 800. Они функционируют при университетах и колледжах 83 регионов. Наша задача – создание в 100% учебных заведений 100% спортивных клубов. АССК является таким единым оператором спортивных студенческих клубов, который ведет и образовательные программы, и ведет реестр учета спортивных клубов. Среди почти тысячного списка членов ассоциации есть и островной клуб – это «Сахалинские медведи». Сейчас он представлен как в командных, так и в индивидуальных дисциплинах. Теперь в объединении развивают «Фиджитл Спорт». В этом году оно выиграло грант на проведение турнира «Вызов». Он объединит виртуальные и живые версии футбола, баскетбола и тактического боя. Дата соревнований еще не определена, но организаторы ожидают порядка 300 участников. Влад Французов, Алексей Вершинский, Антон Пестов. Сонс ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует...